Привет всем! Если вы меня слышите нормально, дайте знать, напишите в чат. Добрый вечер! Мы начинаем наше обучение сегодня. Хорошо, ребят, давайте так. Кто из вас сделал задание по первой сессии? Поставьте цифру 1 в чат, напишите, у кого там что произошло, вы сделали канал, зарегистрировали. Мы видели в чате, во всяком случае я старался засмотреть побольше, как у вас все происходит, смотреть ваши результаты, смотреть, как вы регистрируете канал, делаете шапки и так далее. Итак, мы только начинаем, сегодня мы раскроем вторую часть нашего тренинга. Наверное, сегодняшняя сессия будет, я думаю, что-то между базовым и чуть продвинутым. Начинаю с следующей, мы уже будем конкретно касаться докрутки, допрокачки процесса того, чтобы ваши видео продавали. Сегодняшняя сессия у нас будет посвящена тому, как снимать видео, которые вовлекают. То есть, как сделать так, чтобы ваши видео они продавали, как сделать так, чтобы было цепляюще, чтобы человеку было не все равно, чтобы он хотел смотреть, он не хотел уходить. Что говорить, чем зацепить, показывать ли себя или показывать, может быть, нужно показывать ваш экран. Все, сегодня будем это разбирать. Денис, после, я начну сегодня, минут примерно 40 буду вещать я, после чего Денис будет рассказывать вам уже больше техническую сторону работы с первыми роликами. Будут показывать, где их искать, как находить темы, как анализировать, какие видео популярны, как правильно их снимать и так далее. Я объясню главную суть по-другому. То есть, как конкретно все это делать с точки зрения и частично технической, и частично подачи. То есть, чтобы люди непосредственно, они интересовались этим. Все, хорошо, вижу, что все нормально, вижу всех в чате, здорово. Так, секунду. Есть звук, да? Алло, все нормально, да? Положу в карман. Смотрите, начнем давайте с базы. Что, в принципе, вы снимаете? Изначально нужно понять вашу стратегию по съемке видеороликов. Хотя, может быть, даже будем сейчас пересекать, наверное, с другим. Ну, смотрите, давайте так. О чем снимать видео? Вначале, перед тем, как вы это будете делать, должна быть какая-то хотя бы минимальная стратегия. Концепция понимания, какие видео вам нужны, зачем их делать и чем вы будете людей цеплять. Я раскрою немножко больше стратегий, которые мы раньше показывали даже, а не, на каких-то рейнгах мы тоже показывали. Смотрите, у вас есть целевая аудитория. Маркер не очень, давайте. Целевая аудитория. Видно красно? Нормально на доске видно? У вас целевая аудитория есть. У нее есть какое-то количество запросов. Как их анализировать, мы это будем разбирать чуть позже. Ваша будет задача их выписать, выписать главные запросы. То есть, у нее есть боль или проблема. Первое, мы разбираем проблемы. Проблемы. Например, понимаем, что… Давайте я возьму пример нашей аудитории. Представим, что человека интересует продавать в интернете, привлекать клиентов онлайн, сделать бизнес онлайн. Какие здесь проблемы? Есть проблемы, как начать? Я буду начинать с самого-самого первого. Но я буду брать только целевые. Дальше, как сделать может быть сайт? Следующее, email маркетинг, нужен ли он? Следующее, как продавать через интернет? И понеслось. То есть, мы здесь, на этом этапе выбираем главные ключевые темы, которые нас интересуют и которые интересуют нашу аудиторию. Когда мы с вами выбрали эту тему, можно с вами углубиться и пойти под темы. То есть, например, как начать бизнес? Мы можем расшифровать на понимание, например, давайте разберем. С нуля. Студенту. То у вас, по сути, на то, что вы делаете, может быть масса контента. Кто-то вот снимет только это и все, он скажет, тут у него четыре темы закончились. А кто-то из четырех темы сделает пятьдесят тем. Студенту. Пенсионеру. Потом, может быть, там, учителю, еще кому-то. Мы можем сужать ниши больше, больше, больше. Может быть, студенту с нуля. Это будет разное видео. То есть, мы берем каждую тему, мы раскладываем ее на составляющие. Вообще, есть одна интересная стратегия в YouTube продвижении, когда вы делаете сначала вот такую штуку. Часто взять широкий запрос, например, вашей ниши, и по нему попасть в топ-10 сложно. Там есть разные тонкости. Мы когда будем разбирать? На какой сессии? Больше на третьей четвертой. Больше будет на третьей четвертой сессии. Как вывести непосредственно в топ-10, как там оказаться, что писать, какое делать описание, оптимизацию ролика, и так далее. Но с нуля залететь туда сложно, если есть большая конкуренция. Я не знаю, как в вашей нише, в нашей нише она очень большая. То есть, как начать бизнес, там, роликов, ну, масса. И на них тысячи, на некоторых сотни тысяч просмотров. Поэтому есть такая стратегия. Когда вы берете, например, вы снимаете много видео смежных тем, которые вот из нее исходят. И потом с этих видео вы людей направляете на главную тему, сюда, когда вы сняли главный ролик. То есть, первым делом вы сняли это, вторым делом мы сняли главную тему. И, ну, как бы они, потому что все видео находятся в одной теме, они все ссылаются как будто бы на главный источник. Тогда шанс продвинуться выше есть. Но мы это будем разбирать. Суть в другом. Что нужно запомнить? Что сначала вы снимаете вот эти вещи. Вот это первично. Сначала вы все выписали целый ряд контента, который вы можете снимать. И в дальнейшем вы это делаете. Самое простое. Ты будешь показывать какие-то для аналитики, да, Проги? Ну, то есть, да. Как можно говорить, конкуренции или подобрать. Я вам покажу, покажу. А мой экран видно или нет? Или только здесь? Давай здесь. Я вам покажу базовые вещи. Смотрите. Вы можете зайти, в принципе, в YouTube. И здесь, когда вы пишете любой ваш запрос, например, ну, вот смотрите, напишем наш, как начать играть в Dota 2. Как начать бизнес. Вот понеслось, смотрите. Ой. С нуля, без денег, в интернете, с Китаем, студенту, с нуля без вложений, с нуля секреты от Довганя, с Китаем, с нуля в США, в США. Вот это все, это, это, это первый ползапрос, который мы можем сделать. Потом можем пойти дальше, смотрите. С нуля напишем, с нуля. В интернете, в Казахстане. Окей, вернулись. Студенту. Студенту. Один запрос. Без стартового капитала здесь понеслось. В интернете. То есть, YouTube, он, он здесь не показывает цифры, но есть аналитики, которые показывают цифры. ДНИСПО уже вам покажут, как это все видеть. Как увидеть запросы конкретно по конкуренции. Вообще мало людей, в принципе, это знает даже, которые занимаются продвижением YouTube. Но мы берем и выписываем. Это только первый запрос. Потом у нас может быть, например, ну в моей теме увеличить продажи. Увеличить губы. Продажи. Как застройщику в магазине, мебели и так далее. Потом может быть продажи понеслось. В интернете, в Инстаграм, ВКонтакте, в интернет-магазине, в туризме, в магазине. Мы можем детализировать. То есть, я выписываю, моя задача, например, для того, чтобы начать нормальную YouTube-компанию, моя задача выписать хотя бы, ну для начала, хотя бы минимум 10 тем. Минимум 10 тем. В итоге у вас будет их сотни. Вы просто позже расширите картинку. 10 тем. Что я буду делать в дальнейшем? Сейчас разберемся. Смотрите, давайте вот что сделаем. Я вам дам 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты. Что вы сейчас взяли и быстро себе набросали хотя бы первых тем 5. И вы можете параллельно зайти в YouTube и посмотреть там. Написать то, что я сделал. Сделать то же самое. И для себя быстро сжать хотя бы первых 5 тем. Давайте. 2 минуты. 5 тем. У вас в голове есть информация, чего вы можете туда снимать. 5 тем. Выпишите себе сейчас, а потом сможете поделиться на ее чате. Окей? Поехали. 2 минуты. И потом мы сразу же продолжаем. Переходим уже к процедуре съемки, как должно это происходить. Супер. Поехали теперь дальше. Поэзии вы уже написали. Смотрите. Пойдем самое первое. Написала Таня. Дизайн интерьера. Дизайн интерьера уроки. Дизайн интерьера 3D. Дизайн интерьера загородного дома. Дизайн интерьера квартиры. Дизайн интерьера своими руками. А ты, кстати, смотришь, да, его запросы сразу? Что мы здесь делаем? Что мы будем делать в этом случае? Мы не снимаем теперь, послушайте внимательно, мы не снимаем видео, которое называется дизайн интерьера или дизайн интерьера уроки. Мы снимаем видео, например, то есть наша задача его расширить, раскрыть. Например, там 3 простых правила, как сделать дизайн своего интерьера. Или научитесь сделать крутой дизайн интерьера. Пошаговые уроки. Или дизайн интерьера своими руками. Как с нуля сделать дизайн интерьера своими руками без лишних проблем и трудностей? То есть ваша задача теперь первая. Когда вы снимаете видео, нужно расширить их в силе заголовка. Очень важно, когда вы будете снимать видео, то есть дети не спозже будут объяснять в целом. Но заголовок должен исходить с ключевого слова, которое только что написали. Вы поняли, как это делать. Но вы сейчас еще дальше пойдете в этом понимании. Но второе, вы усиливаете. Потому что люди, ну то есть человек, когда он выбирает, какое видео посмотреть, он смотрит среди там 10 или 20 конкурентов. И ему нужно понять, что, например, вот данное видео именно для него. Там будет много параметров. В значок, до подписания. Но сам заголовок очень важен. Поэтому вы его раскрываете дальше. Теперь. Как вы снимаете видео? Здесь есть несколько очень важных критерий, которые нужно учитывать. И в принципе, если вы где-то на ком-то из них ошибетесь, то, возможно, получится не так хорошо, как вы бы хотели. Вы этого не хотите. Первая штука, которая имеет большое значение, это звук. Вас должно быть хорошо слышно. Давайте даже будем здесь записывать. Просто как такой чек-лист. Звук. Есть звук плохой, каким бы ни было крутоим видео. У нас были ситуации, когда мы сняли, когда мы записывали очень хороший контент. Когда мы 15, у нас были ситуации, я не знаю, как это будет у вас, но было такое, что 15 минут мы писали просто, вот мне казалось, ну лучше, наверное, быть не может. Ну прям все хорошо зашло. Прям на камеру записали, все круто. И потом понял, что просто звук не включили. Звук был тупо выключенный. И пришлось доносы записывать. И это ужасно. Но такое бывает. И у вас тоже это может быть. Тут не надо нервничать. С первого раза у вас не будет идеальных видео. Это в принципе аномалия. Ну мало людей, с первого раза пишут все очень хорошо. Поэтому звук. Что вы делаете? Вы либо покупаете себе гарнитуру, микрофон, либо второе вы снимаете там, где тихо. Я рекомендую для самого начала покупать какой-то простой микрофон. Не нужно ее тратить много, потому что профессиональная гарнитура может стоить новые тысячи баксов. Сенхайзер, например. Вам нет смысла тратить тысячи баксов на эту гарнитуру. Вам нет смысла купить что-то простое, а потратить лучше деньги на рекламу, привлечь больше клиентов. А самая простая гарнитура, где есть шнурок 2-3 метра, который можно втыкнуть там в вашу камеру или ваш фотоаппарат или туда, куда вы делаете, где его снимаете, он может стоить 5 долларов, может быть 10 долларов. Есть возможность снимать на iPhone. Там есть, называется, Rode Microphone. Rode Microphone. Может, не знаю, сейчас продублируюсь, можешь. Rode Microphone. Есть микрофон, который конкретно настроен под смартфоны. Вы берете ваш iPhone или там ваш смартфон, вы вставляете в раздел наушников микрофон, и он автоматически становится микрофоном для записи. Иногда можно сделать по-другому. Иногда мы идем так, я вставляю наушники, я одеваю наушник, здесь на наушнике есть микрофон, я записываю прямо здесь. Так тоже можно делать. По опыту скажу, что иногда видео на iPhone заходит лучше, чем видео, которое снято на камеру. Как понять, что снимать? То есть вообще есть три формата съемки. Ну, давайте даже так. Звук понятно, разобрались. Звук должен быть нормальным. Второе. Картинка. 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 Здесь вы можете снимать себя, вы можете снимать экран. Как понять, когда что нужно? Экран в большей степени снимается тогда, когда вы… То есть, когда продукт не визуальный, а он больше виртуальный. Вы можете виртуально все показывать. Либо вы делаете, есть понимание, когда вы снимаете экран, есть такая штука, которая называется VSL. Video Sales Letter. Продающие видео. Вы, наверное, видели такие видео, где просто текст вы видели, наверное, даже у нас. Мне кажется, даже если вы зайдете… Если вы к нам подписаны на рассылку в нашу главную воронку, вы переходите на страницу, где есть VSL, которая начинается так. Привет, ковбой. Вы, наверное, это слышали. И там просто меняют текст большими буквами на белом фоне. Вы это видели. Так можно сделать. Так можно продавать, в принципе, разные продукты. Но когда продукт визуальный, когда вы продаете, может быть, одежду или там мебель, вам по-любому надо будет снимать его себя или, может, вашего менеджера. То есть надо понимать, кто будет главная роль. То есть когда вы снимаете картинку, кто-то должен быть главный персонаж. Персона. С которой люди будут себя в дальнейшем ассоциировать как с экспертом, у которого они будут учиться, на которые будут они опираться и знания, которые будут потреблять. Персона. Когда вы снимаете себя, что здесь очень важно? Вы можете, в принципе, начинать снимать себя самостоятельно. Давайте сразу, давайте время зажиться там. Для съемки экрана, если программа, я сейчас напишу их прямо в чат. Вот здесь. Так. Вот скинул, я скинул с профиля Дениса, Camtasia Studio, ScreenFlow. Эти программы позволяют записывать экран и делать такие VSL. Само собой, что, ну, то есть вы снимаете экран, снимаете звук. Все. Тут вопрос понятен, крайний вопрос. Когда вы снимаете себя, как себя снимать? Есть, опять же, два варианта. Первый, самый простой iPhone. Ну, или ваш смартфон, который у вас есть. Второй, это, давайте назовем это студийная съемка. Студия. То есть, когда есть кто-то, кто с камерой, человек. Вы можете снимать вот так здесь в офисе или у вас дома. Вы можете снимать это на улице, когда кто-то снимает с камерой. iPhone, он делает живое видео. То есть, вы часто видите, когда берете телефон, привет, мы сейчас вещаем. И здесь там голова, может быть, рука там, видно так. Но это очень нравится. Или вы там вот так снимаете. Оно, оно, у нас очень часто люди, видео с iPhone, они были более вирусные, чем видео с, снятые, снятые с камерой. То есть, тут нужно балансировать. Идеально, в моем понимании, когда начать с людьми строить отношения, и то, и то. Вообще, чем больше вы снимаете контента, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Качество нужно сохранять, но чем больше, тем лучше. Поэтому очень часто, ну, нет возможности снимать все на камеру. Вы можете снимать все на iPhone. И вполне нормально. Вы можете купить себе палку для съемки. Как она называется? Помнишь? Селфи-палка. Селфи-палка. Можете купить себе селфи-палку. Вот, я забыл. Когда вы просто себе ставите iPhone на палку, вы там удлинили, вы себе поставили, все выходит, себя снимаете, вас нормально видно. Или ваш смартфон, или ваш там фотоаппарат поставили, Можно делать так. Но главное, опять же, чтобы был нормальный звук. То есть, тоже нужно этот момент учитывать. Мы даже некоторые запуски и продажи делали с того, что я снимал разогревающее видео на iPhone. На палку. Мы шли, и вот так я держал внизу, мы снимали. Вот он делал человека, он снимал. Поэтому тоже можно сделать. Когда вы снимаете, вам важно, чтобы картинка была нормальной. Здесь очень важен свет. Владимир, свет. Потому что, если вы будете снимать его... Хотя, на самом деле, я вам скажу так. Сейчас рамки понимания, каким должно быть видео, они настолько сильно разрушились, что нет конкретного критерия, что видео должно выглядеть, должно быть суперсветлым, или супертемным, или вот таким. Люди иногда снимают видео в темном помещении с iPhone, где видно все в квадратике, он говорит тихо там, он там в капюшоне сидит. И оно супер заходит. То есть сейчас реально нет такого, что вот так должно быть видео, и все. Но лучше, конечно, чтобы было нормально. Вам хорошо нас сейчас видно? Почему? Что здесь хороший свет. Мы можем здесь же снимать видео. Здесь нормальный белый свет. Если снимаете в студии, у вас должен свет белый, есть желтый. Когда вы снимаете желтым светом... Потому что, когда вы снимаете в студии, там будет видеоосвещение. Очень важно понимать, что освещение для фотографий, для видео – это разные вещи в принципе. Если вы будете искать в студию для съемок, вам нужно видеоосвещение, видеосвет. Так вот, когда желтый свет, картинка ужасная получается. И человек, который обрабатывает видео, либо с ТВ, вам нужно его выравнивать. Ну, либо она некрасивая. Свет должен быть белым. Для съемок дома, если вы снимаете регулярно, или снимаете в студии, или у вас какая-то комната есть. Я как делал первое время. У меня была в комнате белая стена. А я снимал на фоне белой стены. Что мы сделали? Мы купили обычный дешевый белый видеосвет, который нам стоил, наверное, весь комплект. Мы купили доллары за 50. Это были такие два салф-бокса, которые вот так вот ставились. Да, это не был суперпрофессиональный свет. Но мне не нужна была профессиональная съемка. Мы просто ставили, включали и все. И он до сих пор работает с теми же лампами. Мы не меняли, до сих пор. Уже больше двух лет. 50 баксов. То есть вы можете сделать так. Человеку должно быть у вас нормально видно. Кроме тех случаев, когда вы как-то специально взяли ваш телефон, и может быть, не знаю, вы едете в туннеле, и там где-то затемнилось. И ничего страшного. Это может быть так. Но свет, в принципе, должен быть нормальным в целом, чтобы люди могли разбирать, что вы доносите, видеть вас, видеть ваши глаза. Это важно. Что еще касается картинки. Как вам себя позиционировать в кадре? Мы не говорим о подаче, говорим о картинке. Как себя позиционировать? Если ваша задача, чтобы вы доносили главную мысль, вы должны быть главным персонажем в кадре. Мы обычно снимаем на треть. То есть делаем на треть экрана. Есть экран. Ну, представим, что вот экран. И вы не посредине, и вы вот здесь. Я не помню, как это называется с профессиональной точки зрения, когда вы на треть экрана, и вы занимаете примерно 40% картинки. То есть, если мы разделим, то здесь будет процентов 80 занято вами. Если мы разделим 2. А, называется Johnny Ive Style. Если вы видели Apple, как Apple делает… Ну, смотрите, давайте я вам даже покажу. Если вы видели, как делает Apple, свои видеоролики, это компания, на которой можно равняться, потому что… По-моему, это, наверное… Как вам пишется? Вот и так, Миша. Вот, наверное, на… Если будет больше обзор, сейчас. А, вот так. Мы были близки. Ну, вот его видео, смотрите, вот в таком формате он снимает. Видите, да? То есть он сидит с тремя на треть. Он не посредине. Еще очень важный элемент. Он смотрит мимо камеры. То есть можно снимать видео так, что ты как будто бы смотришь немножко рядом. Когда они берут… Если видите, здесь две камеры. Есть фронтальная, но он все равно смотрит чуть сбоку. А есть боковая, где он смотрит еще. Еще видно, что смотрит сбоку. Такие видео очень хороши для того, чтобы построить, ну, некую доброту отношений. Мы часто такие видео снимаем. Когда ты сидишь на треть, и ты взаимодействуешь в этой территории, как будто бы ты как бы говоришь ей, но люди не чувствуют какого-то критиного прессинга. Ты не прям смотришь им в глаза там жестко. Они очень комфортны для восприятия. Поэтому, когда вы снимаете себя, если вы головны в кадре, вы ставите себя на треть экрана, вы делаете так, чтобы у вас было нормально видно. Можно себя начинать снимать на одну камеру. Можно снимать на две камеры. Но здесь уже зависит от того, что вы больше предпочитаете, что вам больше нравится, как вам комфортнее. И готовы ли вы. Потому что, когда будет вопрос монтажа, у нас будет, да, видео по монтажу? Да, это будет бонус, как в виде урока, монтаж будет нуля. Специальный урок у вас будет в… А когда, кстати, уже есть, нет? Будут записи, как раз, если я… Ко второй сессии у вас будет профессиональное видео, которое будет записано нашим монтажером, как взять с нуля и смонтировать любое видео нормально, абсолютно без лишних там потух усилий. Да, это будет от парня, который занимается нашими видео постоянно. То есть он нам их монтирует. Поэтому вы сможете посмотреть в бонусах дополнительное видео к этому уроку. Просто, когда у вас есть две камеры, при монтаже вам нужно будет делать с них перебивки, потому что они снимают разные роли. Когда есть главный ракурс один, в принципе, можно оставлять его. Очень часто мы снимали так, и было абсолютно нормально. Ничего страшного нет. Просто главное понимать, что если вы главный в экране, тогда вы здесь. Иногда нужно снимать видео, когда вы в экране не главный. Ну, то есть когда вы как бы второстепенный персонаж, вы показываете чего-то. Тогда картинка просто меняется. То есть нужно тонкости восприятия людей. По поводу теперь, давайте по поводу подачи. Как выстроить нормальную, качественную, эффективную подачу, чтобы люди вас воспринимали. Первое, что очень важно. Когда вы работаете с аудиторией, вы можете смотреть, в принципе, в камеру. Вы можете смотреть немножко мимо камеры. То, что воспринимается абсолютно нормально. Люди видят вас и так, и так, как будто вы смотрите на них. То есть, покажи мне, там видно сейчас. А, окей. Ну, то есть вы, скорее всего, мои глаза видите. Сейчас, например, я смотрю немножко мимо камеры. Ну, вам чувствуется, как будто бы я смотрю, ну, вот я взаимодействую с вами. Но я буду смотреть непосредственно напрямую в камеру. Зрачки, они не сильно, то есть вы же голову не крутите, зрачки не сильно двигаются. Ну, как бы, когда вы контактируете с аудиторией, первое, что очень важно. Одна из важных штук, которую меня научил, один из моих учителей по публичным выступлениям, по радарскому искусству. Он видел моё выступление раньше, это было в 2013 год. Он говорит, он сказал мне такую интересную фразу, говорит, let it think. То есть, дай возможность информации проникнуть. Тогда я очень спешил. Вам не нужно говорить очень быстро. Я раньше говорил не то, что быстро, это было сложно разобрать. Люди разбирали. Некоторые люди мне писали, что, Олесь, мы твое видео включаем, мы два раза их замедляем на промотке, и мы их смотрим, и мы их понимаем. Вам нужно дать возможность человеку, чтобы информация прониклась. Это не значит, что будет ждать очень долго. Например, вы сказали слово, потом ждёте секунд 8 или 5, и вы говорите дальше. Нет. Вы дали информацию, человек его воспринял, вы пошли дальше. То есть, подача должна быть равномерной, такой, чтобы человек её понимал. Не слишком медленной, не слишком быстрой. Поскольку у вас могут быть разные аудитории. Например, более молодая аудитория, она воспринимает эту информацию быстрее. Ты можешь быстрее с ней общаться, она раз, раз, раз. Те, кто постарше, в силу физиологии, нам это не избежать скоро, ну, и я буду скоро, наверное, старше, и все будут старше. Мы воспринимаем наш мозг работать так, что нам лучше быть чуть медленнее. Вы выбираете что-то среднее. Второе. Умеренная жестикуляция. Она нужна. Когда вы доносите мысли, если вы не жестикулируете, вам сложнее донести. Ну, то есть, вы как бы, в жестикуляции есть свои тонкости, есть свои трюки. Но её не должно быть слишком много. Раньше я жестикулировал вот так. Если вы смотрели, вы видите, я говорил, привет, с вами Алис Тимофеев, как ваши дела, там, ну, как бы вообще. Если вам нужно специально, как бы, поиграть на камеру, вы это можете делать. Но когда вы доносите какую-то идею, жестикуляция должна быть в меру. Вы иногда можете вообще, в принципе, не жестикулировать. Ваши руки могут быть где-то на одном месте. Надо нужно приучить себя. Ну, люди вас воспринимают. И потом в главную суть вы вкладываете какую-то идею, показываете ему, что вот здесь тебе нужно что-то понять. Жестикуляция может быть разная. То есть, видео, это так же, как вы общаетесь с человеком персонально. Ну, конечно, когда вы лично общаетесь, вы, скорее всего, так не жестикулируете. Но это очень схоже с публичными выступлениями. У вас люди служат в зале сидят. Жестикуляция есть открытая и закрытая. Например, когда я делаю вот так, это открытая жестикуляция. Когда вы что-то доносите к человеку, и вы... Ну, то есть, она формирует наше внутреннее ощущение больше по физиологии. Смотрите. Ну, когда вот, давайте так. Когда я руку вот так буду показывать, да, вы на меня смотрите, вы что чувствуете? Ну, норм. Кстати, напишите мне в чат, что вы ощущаете. Вот, когда я говорю, вот, например, представьте, что вы сидите перед мной в зале. Я вот так руку показываю, что вы чувствуете? Ну, абсолютно нормально, да. То есть, комфорт. Когда я буду показывать так. Когда люди сидят в зале, и когда ты, например, закрываешь жест ладонью вверх, точнее, ладонью вниз, рукой больше вверх, люди чувствуют больше некое давление. Вам важно использовать то и то. Например, когда вы доносите общую головную мысль, вы можете жестикулировать открыто. Но когда вам нужно внести какую-то точку и сказать, что вот это должно быть именно так, вы можете закрывать ладонью. То есть, формат? А у нас есть интернет-нет, что они уже в обратной связи? Ленин пишет. Хай Гитлер. Ну, как бы, ну, а вы, пишет Гитлер, а вы думаете, ну, то есть, как бы, вы думаете, что человек, который, ну, как бы, я себя не ассоциирую с этим, да, и так далее, но вы думаете, что человек, который управлял миллионами, он как бы не разбирался в жестикуляции? Он в прямом смысле это делал? Наверное, дорогой идет, товарищ. Здорово. То есть, формат и тот, и тот. Вы это, ну, вы это совмещаете. Ваша задача просто, у вас будет свой стиль. Очень важно, что у каждого человека есть свой стиль. И вам не нужно стараться быть как кто-то. Самая плохая, наверное, рекомендация, которую можно дать при обучении ораторскому искусству, это подражать кому-то. Вы должны быть собой. И люди будут идти за вами тем, кем вы есть. То есть, то, как вы себя отражаете в полной мере. Кто-то может, и реально есть спикеры, которые, например, а он вещает все время вот так. Это может быть его нормальная манера. Кто-то говорит очень тихо. Это тоже нормальная манера. Кто-то вообще может быть сидеть и быть замкнутым. Ну, вот так вещать. Но он дает так информацию, интересно, что ты услушаешь. То есть, вам не нужно кому-то подражать. Я просто вам даю базис, который вам поможет начать снимать нормальные видео. Все. Все остальное вы уже делаете по мере надобности. Какие-то навыки перенимаете новые, какие-то оставляете и так далее. Что говорит видео? Каким видео должны быть сегодня на YouTube? Есть, в принципе, два формата. Есть раскрытое, есть сжатое. Что такое сжатое видео? Сжатое видео, когда вы снимаете 4, 5, 6, 7, 8 минут в среднем. Три минуты часто бывает мало. Хотя, три минуты может быть мало, если там еще есть концовка, перебивки, какие-то подпишитесь и так далее. По аннотациям. По аннотациям будет следующий урок. Да, следующая сессия. Она будет вся посвящена именно этому. Вам пока нужно будет его хотя бы снять. Еще не спешите. Мы сделаем это правильно. Там, это большая тема. От 3, 4, 8 минут это сжатое видео, где вы доносите в них одну тему. То есть, вы можете видео раскрывать, давайте так, либо одна тема, либо все. Вот, в принципе, весь формат. И то, и то работает хорошо. Одна тема, это когда вы берете, например, какой-то кусочек. Вы, например, говорите, дизайн интерьера. Вы говорите, в этом видео я покажу вам один маленький трюк, который позволит вам сделать ваш дизайн интерьера лучше. Или, который позволит вам, как дизайнеру интерьера, зарабатывать больше, используя там что-то. Вы зацепили. То есть, теперь, ладно, мы перешли уже к структуре. Давайте пройдемся по структуре видео. Один нашел. Поговорим непосредственно о структуре самого ролика. Каким он должен быть? Ужасный звук. Структура самого ролика. С чего начинается видео обычно? Если мы говорим с вами о сжатом видео, оно начинается с крючка. Крючок. Крючок. Все время. Вам нужно всегда это помнить. Вы закидываете первичную главную идею. Потому что люди вас смотрят 5-7 секунд, и они решают, смотреть дальше или нет. Если за 5-7 секунд, чаще всего, человек сегодня не увидел решение, он уходит. Потому что сейчас вы не боретесь или не платите за просмотры, за то, что люди с вами взаимодействуют. Вы боретесь за внимание. За время человека. За его самый ценный ресурс. Вы ему говорите, то есть он включает ваше видео, по сути, вы ему говорите, эй, отдай мне кусок своего времени. Дай мне свои полчаса, или дай мне свои 15 минут. У него вопрос, почему? Крючок все время. Каждое видео вы начинаете с конкретики, что человек сегодня узнает. Вы начинаете с чего? С вот этого. С его боли или решения. Есть, ну, вы снимаете видео в двух плоскостях. У него есть боль, которую нужно ему решать. Или у него есть желание, что он хочет получить. Все. Вы начинаете с конкретной боли, с конкретного решения. Крючок. Дальше. Обычно есть некое предисловие. Прежде чем вы даете человеку решение, вы вводите его в курс вообще дела, как все работает. Ну, например, возьмем тему, что я говорю, как увеличить продажи. Я говорю, привет, в этом видео вы узнаете три простых способа, как можно больше зарабатывать и увеличить продажи в вашем бизнесе, используя Facebook. Три секунды он понял главную суть. Дальше может быть заставка, у вас может не быть заставки, не важно. Но прежде разберем с вами вот что. И здесь, когда вы делаете предисловие, вы, если это интересно, в небольшой форме раскрываете боль или проблему. Чтоб человек с ней перекоснулся. Почему? Вы здесь его зацепили. Он понял, что это для него. Но представим, что тут он на 60% готов с вами работать. Он говорит, окей, я может посмотрю. Здесь вы дожимаете остальные 40% и говорите, что это точно для тебя. Он такой, все, понял. То есть вы говорите, как увеличить продажи, используя Facebook. Он такой, это вроде бы мне подходит, я хочу увеличить продажи. Но есть небольшое предисловие. Большинство бизнесов, они испытывают главную проблему в том, когда у них мало клиентов, соответственно, мало прибыли. Соответственно, и он такой, да, это мне подходит, это обо мне. То есть вам нужно сделать так, чтобы люди сказали, это обо мне. Дальше переходите к какому-то конкретному решению. Вы даете одно, старайтесь их сжимать. Есть люди, которые любят говорить очень много. И здесь нужно научиться быть более конкретным. Потому что, когда вы даете фри контент, бесплатный, человек будет ценить только то, что есть неким мясом. Вы даете решение. Вы призываете действия. Призыв, призыв к действию. Действия. И потом концовка. Концовка обычно какая-то заставка и так далее. Денис, наверное, покажет, как здесь все делается. Там трейлеры, интро и так далее. Вы сейчас будете все это видеть визуально. Здесь мы раскрываем главную тему. В конце мы говорим, нанеси свои данные, лайкай и так далее. А потом говорим, что вот. Это если так. С другой стороны, если вы продаете, можете сказать так. Оставь свои данные, чтобы сделать бесплатный замер. Или там выезд. Или расчет стоимости. И так далее. То есть вы рассказываете какую-то суть. Вот это короткая структура. Когда вы даете все, здесь в принципе структуры нет. Например, вы выступали на какой-то конференции. Допустим, у меня было выступление, которое называется «Как стать состоятелем до 25». Оно очень популярно. Люди реально смотрят каждый месяц. На YouTube у нас находится. Это видео длится полтора часа. А мы его загрузили, как оно есть. Вы где-то выступали. Вы полностью сняли все, что у вас там было. Бам. Закинули. Люди смотрят. Здесь нет конкретики. Тут просто вы уже стратегически оставляете аннотации так, чтобы человек мог включиться. Подписаться на второй минуте, на пятый, на седьмой, на восьмой. Ну, уже от вас зависит. Окей. Есть ли у вас по этой теме вопросы? То есть суть, главная суть в том, что вы поняли просто каркас, вы поняли конструкцию. Вам нужно сейчас снимать. Все. У большинства случаев у человека есть проблема другая. У него проблема психологическая. Я не могу сейчас снимать. Я боюсь там. Я еще чего-то. Есть ли вопросы по этому? Напишите. По трейлеру канала можно рекомендации. Если канал вещает, обзоры товара, краш-тесты, инструкции, использование. Я думаю, что сейчас Денис будет рассказывать вообще, в принципе, о трейлерах. И как сделать трейлер для канала. Но, кстати, одному дам рекомендацию такую. Когда вы будете делать трейлер для канала, это разное, это другое, чем видео. Например, сейчас у нас трейлер для нашего канала Jam. Сейчас это просто новое видео, которое заходит, потому что у нас есть аудитория. Но в ближайшее время мы планируем снять и там, и там совершенно новые вещи. Вы увидите, как это сделаем мы. И главная суть трейлера. То есть это разные вещи. Суть трейлера – это 1-2 минуты, что человек подписался. Главная задача – 1-2 минуты, что он подписался. 1-2 минуты, чтобы люди подписались на вашу группу. Все. Это главная суть трейлера. Вы можете его снимать. И трейлер обычно снимается интересным. И снимается нетипичным, нет стандартным. Здесь спрашивали. То есть, мне нужно снимать видео такие же, как у всех? Нет. Вы берете тему, которая у всех есть схожая. Вы докручиваете заголовок. Вы снимаете видео по-другому. Другой контент, другая информация. Будьте другим. Потому что если вы будете такие же, как всем, все ваше развитие будет намного дольше. Вы можете даже знать, что делать. Вы можете анализировать видео других, 3-4 видео. Собирать контент, который они дают, и есть техника, которая называется «разрушение мифа». Вы рассказываете в вашем видео все, что является противоположным этой теме. То есть, если вы слышали «это, это, это, это» – это неправда. Все работает вот так, по-другому. То есть, вы можете разрушить некий миф. Понимаете, да? Будет ли чек-лист по этой структуре ролика? Ну, вот ваш, в принципе, чек-лист. Я думаю, что можем его в текст перевести. Чек-лист будет, да? Будет, да? Супер. А, окей, я даже не знал. Вам повезло. Будет чек-лист от нашего видеографа. Каким должен быть трейлер? Ты будешь сейчас показывать, да, примеры трейлера? Да, примеры. Ключевые фразы по этапам подскажите. Ну, здесь от ниши зависит. Напишите тему видео. Я не могу подсказать ключевые фразы по этапам, пока не знает тему видео. Ну, то есть, я могу сказать, в общем, например, сейчас, ну, в нашем случае скажу так. Теперь, для того, чтобы получить больше таких уроков на вашу почту, видите большую кнопку здесь, или там аннотацию, подписывайтесь, нажимайте на нее, будем с вами работать на почте. Это будут мои ключевые фразы. Но у вас будет другое видео, у вас своя тема. Будут ли еще рекомендации по видеообучающему, когда уже человек получает уроки на почту? Когда человек получает уроки на почту, здесь уже рекомендации особо... Ну, то есть, мы говорим с вами о продвижении YouTube. Когда человек уже его скупил, вы уже цели достигли. Теперь главная рекомендация по обучающим видео, снять их понятными и очень крутыми и полезными. Все. Вас люди уже купили, вас они любят, вас воспринимают. Как и вы, если таки, снимать? Вы можете снимать видео обучающих начальнику врачу. Привет, ребят, я сейчас делаю пью с этой видео, он у меня в дом. А я сейчас на кухню буду делать чай. И пока буду делать чай, я расскажу вам какую-то интересную тему. Вас люди уже купили. Вы добились главной цели. Теперь нужно поднять их эмоциональное состояние. Но они вам уже доверяют тому, кому вы есть. Какие видео лучше воспринимают в движении, не движущаясь? А? Нужна динамика ваших видеороликов. Короче, и те, и те. Но главная суть только, если вы делаете движение, если есть динамика, ну, динамика может быть, когда вас на камеру снимают, вы там идете куда-то. Динамика может быть, когда вы себя снимаете сами. Но чтобы это не было так, что там камера вот так вот бегает, и ваш человек реально вас не может видеть в кадре нормально. И те, и те хорошие. И те, и те хорошие. Движущиеся, они еще, ну, человеку дают какое-то разнообразие. Тема личная эффективность. Ну, давай продумаем. Люди в интернете не ищут личную эффективность. Они ищут, например, как все успевать. Ну, вот вы можете снимать видео, как все успевать. И здесь может быть, например, у вас может быть... Давайте так, крючок. Привет. В этом коротком видео вы узнаете 3% рекомендации, как успевать в 2 раза больше дел каждый день и перестать тупить. Сделать так, чтобы вы теперь наконец-то достигали ваших целей ежедневно. Предисловие. Ведь вы, скорее всего, знаете, что вы не раз себя уже встречали в той ситуации, где вы себе ставили планы, вы их не достигали, вы раскатите эту боль. И человек такой, да, 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 да. Вот что мы сделаем по качеству решения. Первое. Возьми ручку бумагу, запишите себе это. Второе. Третье. Сделаем эти вещи. Предисходительство. Теперь вы уже продвинулись немного вперед. Вы начнете это делать. Но есть больше полезных рекомендаций. Я готов отправить чек-лист с 11 действий, который позволит вам, пам-пам-пам, вот кнопка, кликайте. Ну, вот это как пример. Есть ли какие-то фишки при съемке вещей? Есть ли цель продажи не услуга, знание, а предмет? Ну, например, если я хочу шапку продать. Два варианта. Ты либо снимаешь круто шапку. Это может быть, когда 3D там съемка, ты вокруг нее там. Что более интересно, люди делают такие экшн-штуки, например, там, приключения шапки. Я не на эту шапку снимаю, например, может быть, ролик минутный, где она там в метро, в машине, на горе, там, еще где-то. Ты, кстати, как идея тебе. Можно вместо крючка демонстрировать решение проблемы. К примеру, человек хочет научиться играть песню, а вместо крючка можно просто играть ее. Да, Максим, можно? Он все равно вначале сказал, что, например, привет. Приятно, что ты ищешь такую-то песню. Сейчас я тебе покажу, как это звучит, как это будет звучать, когда ты научишься это делать. А после этого ты узнаешь, как это делается. И ты играешь песню, а потом ты ее демонстрируешь. Хобби, спорт, питание, рецепты для спортсменов. Как писать тему? Рецептом или задействовать в заголовке? Правильное питание, спорт, питание? Тема видео, она будет соответствовать конкретно твоему ключевому одному поисковому запросу. Например, люди ищут питание для спорта. И ты пишешь, как выставить правильное питание, рацион для спорта. То есть, может быть так, ты используешь ключевое слово, но ты расширяешь тему. Как переехать на ПМЖ в другую страну с наименьшими финансами? Окей, да, круто. Нужен ли суфлер? Нужен ли суфлер? Я знаю людей, которые снимают с ним. У них хорошо получается. Я знаю, которые снимают без него. Это, наверное, лично. Разберите продажу физтовара. В данном случае, когда вы продаете физтовар, зависит от того, что вы продаете. Понимаете? Если вы продаете телефон, вы можете делать его обзор. Потому что люди, они не ищут купить айфон в YouTube, они не ищут обзор айфон. Вы делаете обзор и делаете через него продажу. Если продаете стол, они могут сказать что-то там о материалах. И вы рассказываете о нем. Вы говорите, привет. Сегодня мы разберем, например, насколько долговечно и хорошо работает там, например, сосна в интерьере. Как она встраивается? Как там подобрать себе правильный стол? Как сделать так, чтобы он был дольше? И вы 5-7 минут рассказываете и говорите, мы готовы подобный стол сделать для вас. Мы являемся известным брендом. Вот вам форма заявки. Сойдите на сайт, оставьте на расчет форму. То есть все очень индивидуально. Я думаю, что в большей мере он сможет дать подробные подсказки, когда мы будем уже работать, и вы будете писать ваши вопросы по каналу в Facebook и будете писать написанные на нам. Мы сможем их уже подробнее разбирать. А сейчас я еще буду где-то здесь. Я думаю, что я к концу сессии сейчас зайду. Но я передаю слово Денису. Если было полезно то, что я рассказывал, ставьте мне плюс. Денис сейчас будет больше вас погружать в техническую часть всего этого процесса. Так, всем привет, ребята. Если меня хорошо слышно, то поставьте в чат плюсики, дайте обратную связь. Да, видим, что Олеся, точнее, понравилось вам то, что говорил Олесь. На самом деле очень полезные вещи. Это тот человек, который непосредственно сам снимает свои видеоролики, на смысле дает сам себе сюжетную линию и так далее. Поэтому внедрите то, что вы услышали. Итак, а мы приступаем дальше. Значит, смотрите, мы сейчас вам… Давайте определимся сразу. То есть в дальнейшем у нас будут сессии. Третья сессия будет у нас по оптимизации видеоролика. То есть это будет полная его настройка с учетом всех SEO-факторов, наших фишек. И, так сказать, мы научимся делать то, что побуждает зрителя, так сказать, перейти на ваш сайт, на ваш лендинг, на вашу услугу. Соответственно, мы сегодня не будем об этом говорить, о призывах к действию и как это сделать правильно, потому что я думаю, вам все-таки нужно для начала отснять ролик, чтобы у вас не было просто расфокусировки внимания, вы больше акцентировались именно на создании видеоролика. На самом деле это очень важно, потому что, как вы помните, я показывал вам саму схему работу, что на четвертой сессии, когда будем рассматривать вопрос о трафике и рекламе, то, по сути, весь трафик мы гоним не на ваш сайт, а именно на ваш видеоролик. Соответственно, наверное, 80% успеха будет зависеть от того, насколько крутой вы сняли видеоролик, насколько вы сделали там крутые призывы и насколько вы, так сказать, сможете побудить человека выполнить ваше действие. Вот, давайте все-таки, Олеся вам рассказал больше про сюжетную линию, то есть, как это сделать. Давайте мы сейчас, наверное, покажем примеры, то есть, что вы должны использовать в своих видеороликах. Так, один момент. Мы сейчас придем просто на наш канал. И покажем, как это делаем мы, в принципе, и то, что работает, а что не очень. Давайте придем пример нашего видеоролика, как начать бизнес с нуля и за один месяц купить себе новый Porsche. Смотрите, достаточно, то есть, крутой призыв к действию, потому что интересно, то есть, как это за один месяц можно заработать на Porsche. И, как вы видите, Олесь, смотрит саму фишку, которая тоже для SEO работает. Как только вы создаете видеоролик, вы в первые, то есть, секунды 3-4, вы говорите название этого видеоролика вслух. Ну, то есть, YouTube, на самом деле, отслеживает ту звуковую дорожку, которая у вас находится в видеоролике. И если он видит, что ваше название видеоролика сходится с тем, что вы сказали на, допустим, первых, там, 50 секундах, соответственно, это будет больше учитывать, так сказать, SEO-продвижение для вашего видеоролика, потому что у вас получается четкий ключевой запрос. То есть, и название у вас сходится, и потом описание мы больше расскажем, как сделать так, чтобы сходилось. И, так сказать, вы еще сказали это в видеоролике. То есть, понимаете, YouTube понимает, что вы действительно создали видеоролик именно по этому ключевой запросу, а не просто вы написали его, ролик у вас про другую тематику. Поэтому, надо же запомнить, что в первые 5-10 секунд вы говорите название видеоролика. То есть, как вам Олесь привел примеры, то есть, например, как увеличить количество продаж, там, за 2 месяца на 120%. То есть, пожалуйста, вы это сказали в видео. Дальше у нас, то есть, да, Олесь вот говорит сам призыв, и дальше у нас появляется, как бы, логотип нашей компании. Такая вставка. В принципе, если у вас она есть, то тоже можете ее вставить. Это больше подойдет, как для узнаваемости вашего бренда, вашей компании. Поэтому, если у вас есть такой промо-ролик, можете ее вставить. Если нет, то ничего страшного. Просто можете сделать, допустим, переход какой-нибудь плавный. Я не знаю, будете ли вы делать ролик сами, либо вам будет делать человек, который это умеет делать хорошо. Но скрыть ему, например, что желательно все-таки взять хотя бы небольшой переход. То есть, вы сделали название и сделали переход. То есть, потому что у вас будет, так сказать, расфокусировка с темы на тему. То есть, сначала вы только что сказали заголовок, а потом вы начинаете уже говорить именно по контенту. Должно быть какое-то чуть небольшое распределение. Можете стать, допустим, какую-то картинку. Ну, возможно, красивый в вашей компании, не знаю, логотип просто, который появился и исчез, допустим, буквально полторы секунды, не больше. Далее, смотрите, поскольку наша основная цель – это действительно приводить посетителей на сайт к самому видеоролику, значит, нам нужно уже в самом видеоролике при его создании действительно поработать над тем, чтобы мы могли конвертировать зрителей в посетителей на сайт. Как это сделать? Во-первых, в вашей сюжетной линии вы должны, так сказать, по мере поступления информации, которую вы даете, то есть, ответ на какой-то вопрос, вы должны давать какой-то призыв к действию. То есть, допустим, вы сняли видеоролик, и вы будем рассказывать, допустим, как утеплить, допустим, дом своими руками. То есть, вы сперва это сказали в видео, потом вы показываете, как это можно сделать. И как бы потом человек уже хочет знать больше, он уже доволен, что он получил какой-то ответ. Но ты ему говоришь, что вот ты имеешь возможность перейти по ссылке и прямо сейчас получить себе на почту, к примеру, там, три видеоурока, как утеплить дом самому, там, с минимальными затратами. Либо же, если у вас интернет-магазин, вы можете, например, сказать, типа, закажи такой товар прямо у нас со скидкой 10%. То есть, понимаете, да, что человек уже получил небольшую ценность, но он хочет больше, то есть, и он готов получить больше ценностей, и вы ему даете, то есть, ему это предложение. В таких случаях у вас будет кликабельность ваших аннотаций, тех ссылок, которые будете размещать, будут в разы выше, потому что есть, так сказать, логическая последовательность этих призывов. Так, значит, с этим разобрались. Давайте теперь посмотрим, какая еще очень наша главная фишка, которую мы внедрили, которая в реале хорошо работает. Смотрите, допустим, Олесь рассказывает вам, дает вам контент, и когда идет какой-то пик информации, грубо говоря, то есть, когда у человека уже врастают эмоции, мы показываем ему баннер. Он может выезжать как слева, так и снизу, допустим, как обычно реклама от YouTube. Соответственно, вы здесь пишете заголовок, то есть, в чем прикол, что вы не можете, можете в видеоролике не сказать сам призыв, но, так сказать, поскольку уже идет у вас эмоциональный подъем по вашей сюжетной линии, вы вставляете баннер, и вы можете на нем сделать призыв. То есть, вам не нужно свой текст, о котором вы говорите, не нужно его переделывать и резко, так сказать, прекращать там общение на ту тему, которую вы начали. А вы просто даете ему тексты и призывы, которые, в принципе, очень даже плохо работают. И что самое интересное, как этот баннер вообще работает. То есть, вы его добавили, и вы, в принципе, можете сюда просто поставить аннотацию, как это сделали мы. То есть, видите, оно выскочило. Так, у нас здесь, наверное, выключены аннотации. Включены. Ну, в общем, здесь, получается, у вас ставится прозрачная аннотация. Соответственно, оно не закрывает абсолютно обзор этой кнопки, и человек, когда нажимает на эту аннотацию, сюда, то есть, он считает, что это просто баннер, он нажимает и его перебрасывает на сайт. Также, допустим, если он не кликнул здесь, хорошо, вы ведете дальше свою, даете человеку ценность, и он появляется второй раз. То есть, вы в видеоролике можете использовать такие баннера с периодичностью, к примеру, там, полторы минуты, либо две минуты. Ну, то есть, понимаете, да, в зависимости от длины вашего видеоролика. То есть, видите, здесь тоже появился. Здесь, у меня почему-то нельзя на нее кликнуть, но они рабочие. Просто здесь, видимо, на данный момент у нас не так рабочие. Вы поняли, что как только человек начнет сюда, он перейдет на сайт. То есть, например, как у нас это будет вот такой вот лендинг. То есть, человек слушал, о чем вы говорите, потом вы ему на пике эмоций даете какой-то призыв к действию, как у нас здесь, допустим, как заработать более 100 тысяч долларов за первые 12 месяцев, человек нажимает и переходит на страницу, которая, в принципе, должна сходиться с призывом к действию. То есть, если вы, допустим, сделали какой-то баннер, но в то же время человек переходит на ваш какой-нибудь сайт, который имеет не очень красивый дизайн, допустим, и это просто интернет-магазин, то есть, ну, без какого-то конкретного предложения, то есть, то это будет плохо работать. Создавайте, старайтесь создавать именно лендинги под ваш конкретный товар. К примеру, если вы, допустим, занимаетесь, например, услугами, вы можете, допустим, заниматься не одной услугой, а может вы предоставляете, допустим, несколько услуг, допустим, там, выезд, допустим, там, на простое место жительства, там, в Германию, либо, допустим, вы еще можете это взять в Польшу, то у вас не должен быть один лендинг, сделайте их два, конкретно под вашу целевую аудиторию. И, соответственно, когда человек будет переходить, он получил призыв, что вот как, допустим, переехать на ПМЖ в такую-то страну, он переходит на лендинг, который связан именно с этой страной, а не общий, что мы оказываем, типа, все услуги. Вы можете это добавить где-то внизу, то есть, ну, лишним это не будет, но основной призыв вашего действия должен быть именно четкий, ключевой, так сказать, запрос, под который вы делали ваш призыв в самом видеоролике. С этим понятно, да, потому что вы напишите. Слышно ли нас? Так, 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 звук. А YouTube понимает текст, который в видео? Да, YouTube вообще, в принципе, видит текст, который находится в видеоролике. Подтверждение тому, что он может создавать, как они, сейчас вспомню название. Так, одну секунду. Титры, вот, субтитры он может создавать. Он создает их автоматически. То есть, это есть подтверждение тому, что он отслеживает ваш звук в видеоролике. Он видит вашу звуковую дорожку. Окей, так, смотрим. Где лучше ставить баннеры? Я же вам объясняю, что ставьте просто по мере поступления информации. То есть, допустим, если вы говорите о чем-то, да, ну, если это неуместно вставить сюда баннеры, то лучше его не ставьте, потому что в нем просто они будут кликать, и, возможно, это приведет к тому, что зрители просто уйдут с вашего сайта. Вот, но если же вы как-то это показываете в тему, что человек уже, фу, получил ответ на свой вопрос, он доволен, все, он может нажать, то есть, и у вас там CTR будет достаточно хороший. По нашим плакателям эта кнопка работает. Вот, то есть, к чему я веду, что это все при монтаже, как только вы оснаяли сам свой контент, вы его смонтировали, то есть, саму сюжетную линию, то есть, у вас там все идет по пунктикам, вы действительно хорошо поработали над монтажом, потому что от этого зависит того, сколько вы будете тратить на рекламу, и сколько будет стоить вам клиент. То есть, от этого все зависит именно от вашего видеоролика. Конечно, будут еще факторы такие, как правильная или настройка у вас рекламной кампании, но в первую очередь это видеоролик. Поэтому, как только вы сделали монтаж, возьмите, закажите себе такие баннеры, допустим, на фрилансе, либо, возможно, вы можете нарисовать их самим. Соответственно, вы просто берете, рисуете, и при монтаже вы уже вставляете их на саму видеодорожку. Вы их можете там, ну, в любой, в любом видеоредакторе, в принципе, можете их перемещать, и выстроить в том блоке, так сказать, видеоролика, где это будет уместно, и также минуту выбрать, на какой вы хотите показывать, и длительность. То есть, чтобы он не показывался весь видеоролик, а, допустим, был только 15 секунд. Это тоже важно, вы не должны ставить его на весь видеоролик, потому что он не будет харбот. Вы должны ставить его с периодичностью, и не надолго. Секунд 20-30, запомните. Появился баннер, 30 секунд он повисел, кто захочет, тот нажмет. Кому это неинтересно, он просто, баннер закроется, и через 2 минуты вы ему дадите следующий призыв. И, возможно, он на него нажмет. Но если же даже он не нажал на него, то, в принципе, вам неинтересно, допустим, терять зрителя. Вы можете сделать такое. Извините. То есть, у вас появляется, опять-таки, в конце видео призыв к действию, уже именно конкретный. То есть, вы ему говорите, что спасибо за просмотр, если видео тебе было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. То есть, тут вы делали такие, возможно, косвенные призывы к действию, что вот можно решить такую-то вашу проблему, можно оказать вам такую-то услугу, и баннера появляются. В конце видеоролика вы должны сделать конкретный призыв к действию. К примеру, там, как в данном случае, что Олег говорит, например, что если ты хочешь научиться зарабатывать через интернет, допустим, то ты можешь получить там серию наших писем, допустим, себе на почту. И, соответственно, он уже знает, на что он нажимает и что он получит. Ну и, как правило, последняя кнопка, она имеет самый высокий показатель CTR, то есть, кликабельности. Люди по ней уже охотно кликают. Ну и так же будет неплохо, если вы добавите кнопку подписаться. Допустим, если кому-то неинтересно получить какие-то уроки на почту, либо он еще хочет вас узнать поближе, то есть, да, что вы за человек, чем вы занимаетесь, как бы он не готов еще смотреть вас и доверять им. Вы ему говорите, что, ну, если как бы контент тебе был полезен в целом, то ты можешь получить еще больше бесплатно. То есть, вы создаете кнопку, здесь также появляется прозрачная анонтация. То есть, ну, это я буду вам все показывать уже в третьей сессии, то есть, как ее поставить. То есть, в принципе, картинка остается та же, но если мы на нее нажмем, мы перейдем на любую страницу, в принципе, либо на сайт, либо на ваш канал. Соответственно, человек нажимает сюда и подписывается на канал. То есть, пожалуйста, те, кто не захотел идти в рассылку, вы их забрали себе на подписчиков на канал. И даже то, что мы заметили, люди, которые сначала не подписались, но потом подписались на канал, то с промежутком времени человек вас узнает ближе и, соответственно, он уже, когда вы выгрузите свой новый видеоролик, он уже его посмотрит. Посмотрит даже, возможно, больше по времени, чем у вас предыдущие видеоролики. То есть, он уже вас как бы вам доверяет, ему нравится вас смотреть. Он нажимает и подписывает, и точнее, он уже выполнит ваш призыв к действию. Он, возможно, либо купит у вас что-то, либо подпишет там вашу рассылку, либо закажет ваши услуги. То есть, вы поняли, что вам нужно максимально забрать себе клиента в базу, хотя бы подписчикам на канал. То есть, подписываются, то есть, люди охотно, потому что в этом, за это не нужно платить, просто нажав подписаться и все, в принципе, пожалуйста. На самом деле, простой призыв. Так, смотрите, по этому блоку есть у вас вопросы или нет? Так. Да, можете нарисовать в программе Photoshop. Так, у многих роликов по дизайну вначале идет фирменная заставка, потом сам ролик. Ее надо делать, она нужна. Ну, я бы вам не рекомендовал сначала оставить какую-нибудь там промо вашей компании. То есть, люди вас, в принципе, не знают, возможно, еще, да, если вы будете рекламироваться на холодную базу. То лучше все-таки вы все-таки расскажите, о чем ваш видеоролик, да, вот как вам Олесь приводил примеры. И только потом уже можете на полторы-две секунды показать ваш логотип, то есть, на вашей компании. Все. Дайте, пожалуйста, тех инструменты, как добавить баннер и так далее. О чем вы расскажете, что рекомендуете вставить в видео? Ну, я же говорю, что, в принципе, этот баннер вы можете вставить с помощью любого видеоредактора на видеодрожку. Мы записали вам видеоурок, там, в принципе, все понятно. То есть, ну, про баннеры там, насколько я знаю, нету, но это вы можете узнать там за буквально за пару минут на интернете. Это несложно. Но базово, базово, то есть, сего монтажа у вас будет написано в вашем видеоуроке, точнее, рассказано. Так, чтобы вы писали, а какую лучше заставку делать, когда они знают? Ну, можете, в принципе, просто взять переход. Элементарный переход, через который делается в видеомонтаже. То есть, вы сказали, потом, допустим, там, возможно, какой-то слайд, раз, перевернулся, вы говорите. Ну, то есть, чтобы была какая-то, ну, смысл в этом. Не то, чтобы, допустим, так эмоционально сказали, допустим, узнай, как начать зарабатывать с нуля, там, из-за один месяц купиться новый Порш, и тут же говорите, типа, там, что вам нужно сделать так-то, 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 то есть, ну, стоп, типа, у тебя только что были такие эмоциональные такой подъемы, а тут ты просто так рассказываешь. Ну, то есть, как-то будет это очень жесткий переход. А так вы его смягчаете, вы просто можете сделать какой-то легкий переход именно в видеоредакторе, либо же в сайте вашей лайтв-компании, который раз там провернулся, и пошел контент, который вы даете. Какой видеоредактор? Либо Sony Vegas Pro, либо Adobe Premiere Pro. У вас будет видеоурок по Adobe Premiere Pro, потому что он предоставляет больше возможностей для редактирования вашего видеоролика, и вы сможете сделать себе монтаж абсолютно любого уровня сложности. Как бы мы его рекомендуем. Так, теперь дальше давайте поговорим о трейлере канала. Что это вообще такое? На самом деле, этому моменту нужно уделить очень большое внимание. То есть, у вас, получается, будет два видеоролика. Ну, просто для... У вас будет один видеоролик, который используется в рекламе, поэтому я рекомендую, то есть, над ним реально очень круто поработать, потому что вы должны понимать, что вы будете покупать себе просмотры, вы будете себе покупать люди, которые будут заходить на ваш видеоролик, по сути, это ваши потенциальные клиенты. То есть, вы должны сделать себе видеоролик так, чтобы у человека даже не было мыслей уйти с видеоролика, ему не нравится. То есть, вы должны делать с таким посылом. Вот, соответственно, и второй видеоролик вам нужно будет сделать, это трейлер канала. То есть, это элементарно. Допустим, сама схема работы. у вас есть видеоролик, человек его посмотрел, допустим, с холодной рекламы. Окей, он подписался на канал, если сразу же, но если не сразу, он переходит на канал. Он заходит, он должен понять, куда он зашел. То есть, в первую очередь, у вас есть шапка канала, которая говорит, о чем ваш канал, и также есть призыв к действию. Ну, если человек подписался не сразу, но и также у вас будет трейлер канала, который здесь появляется. Вот, думаю, сейчас, если мы отпишемся, то должно нам показаться. Так, так, так. Не хочет подписываться. Вот, грубо говоря, так, что, смотрите, как только человек зашел, во-первых, первая фишка, что ролик воспроизводится автоматически. Значит, я думаю, вы понимаете, что будет очень прикольно сделать так. Привет, типа, ты зашел на мой канал, и что, то есть, и смотри, что ты можешь найти на моем канале, и вы можете реально сделать какой-нибудь динамичный ролик, там, рассказать ваш вид деятельности, да, что вы предоставляете, какие услуги, какой контент будет на вашем канале. Также рекомендую вам добавить, так сказать, так, одна секунда, так сказать, регулярность выпуска ваших, ваших видеороликов. То есть, как часто они будут появляться на канале. Если вы написаны, напишите, что, рекомендую подписаться на мой канал, там, о такой-то, такой-то тематике, каждый вторник, допустим, и каждую пятницу, ты сможешь находить на канале новые видеоролики. Ну, то есть, получать ценный контент бесплатно, грубо говоря, так. Вот, поэтому запомните, длина максимальной трейлера, это, ну, примерно до одной минуты, ну, минута двадцать, но не больше, потому что, в принципе, человек, он зашел, он не будет долго думать. То есть, он зашел, и он принимает решение, подписаться на ваш канал, либо нет. Если вы этим трейлером, то есть, не произведете на него нужного впечатления, то он подумает, а, что-то неинтересно, скучно рассказывает, либо еще что-то. А если человек реально зашел, вы, так сказать, надавили на его проблемы, типа, и что вы даете решение этих проблем, либо оказываете какие-то услуги, то есть, да, он думает, это мне интересно, типа, это со мной связано, то есть, это касается меня. И он уже думает, окей, я лучше подпишусь, типа, и посмотрю еще его видеоролики. То есть, схема примерно такова. У нас здесь стоит, конечно, видеоролик просто, который, ну, так сказать, имеет хороший фидбэк, то есть, мы знаем, что он нравится людям. Вот, но, как я разрел, мы сейчас работаем над нашим трейлером, чтобы он конвертировал, так сказать, больше подписчиков. Ну, пока что, в принципе, у нас работает, и это хорошо, даже очень. Вот. Теперь смотрите, как вообще, вот, настроить, да, трейлер канала. То есть, вы поняли, что у вас, вам нужно будет знать первый рекламный видеоролик, то есть, это тот ролик, над которым вы должны в реале заморочиться. У вас будут на него недели, то есть, до третьей сессии, и вы должны сделать в реале крутым, потому что, если вы сделаете его скучным, с плохим монтажем, либо еще что-то, да, ну, я, допустим, тоже не профессионал, там, в монтаже, но вы должны хотя бы постараться взять что-то красивое. Тогда вы сэкономите просто очень-очень много на рекламном бюджете. Поверьте мне, когда вы будете видеть цифры, что вам просмотры получаются в два раза дешевле, потому что ваши видеоролики классные, и что вам клиенты стоят в два-три раза дешевле, допустим, чем в других источниках, то это все заслуга именно вашего видеоролика, и процентов 30 это заслуга рекламной кампании, которая приводит вам целевую аудиторию. Но вы также можете и на холодную базу спокойно рекламироваться. Так, что он здесь пишет? Можно, например, призыв на вебинар. Ну да, конечно, вы можете сказать в конце видео ролика, что ты можешь записаться на наш вебинар, который, допустим, пройдет там тададададад. Тоже продумайте, но призыв должен быть в принципе и кнопка должна быть то, что я вам показал. А ты здесь уже какой-то свой продукт продаешь? Какой? Все нужно, он просто чай, да? Нет, нет, еще сейчас чуть покажем. Как видео делать стрелочки и подписи? Ветера можно это делать? Чтобы добавить текст, стрелочки, я же говорю, что позволяет сделать любой видеоредактор, вам просто достаточно загрузить картинки на вашу видеодорожку. В принципе, уроков по монтажу вряд ли хватает, их очень много на YouTube, прямо на YouTube можете смотреть, и вы получите ответ на свои вопросы. Вы просто можете либо нарисовать себе и вставить их прямо на видеодорожку. Так, если вы еще нададите их инструментарий по монтажу. Так, как мы можем заморочиться на монтаже с третьего урока, если вы еще не дали тех инструментарий по монтажу? Что именно вы имеете в виду? Программы, которыми нужно пользоваться? Есть программы, то мы писали, что это Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro. Давайте я напишу их в чат, чтобы вы видели. В принципе, вы можете их либо Camtasia Studio. Так, ладно, напишем. Секунду. Sony Vegas Pro там абсолютно любая версия, 8, 9, 10, вам для базового монтажа хватит. Так. Вот я вам написал три программы, которые, в принципе, очень хорошо работают. Camtasia Studio – это самая простая программа, то есть там разберутся даже новичок, который, в принципе, никогда не работал с монтажом, Sony Vegas – чуть-чуть сложнее, но там больше функционала, то есть такая очень универсальная программа. Adobe Premiere Pro – это просто очень большие возможности для вашего монтажа, и у вас видеоурок бонусный именно по этой программе. Поэтому, в принципе, я думаю, логично, что скачать из себя Adobe Premiere Pro. Вы можете загрузить его с официального сайта, взять себе пробную версию, и, в принципе, за это время вы успеете сделать видеоролик. Так. Ключевые слова из баннера «Влияют на поиск YouTube?» А нет, не влияет, это просто картинка в вашем видеоролике, это просто визуально. Что такое лендинг? В лендингах – это сайт, на который вы будете перелинковывать людей с видеоролика, то есть там, где вы предлагаете свою услугу либо товар. То есть первый ролик мы записываем трейлер «Приветствия». Смотрите по приоритетности. Если вы успеваете, сделайте трейлер, да, например, и потом рекламный ролик. Но все-таки я рекомендую вам в первую очередь это сделать именно рекламный ролик, потому что мы будем в третьей сессии уже учиться его правильно оптимизировать, то есть, да, и ставить все призывы действия, аннотации. А дальше по теме тут уже вопросы такие, которые начали отстряться. Да. Окей, так. Где наш там YouTube канал? Значит, вы поняли, да, что трейлер, то есть где-то минуту, вы должны объяснить человеку, куда он зашел, что он получит на вашем канале, и, соответственно, это будет привлекать больше подписчиков на канал. Ну и сейчас самая интересная вещь, что… Так, сейчас. Вот у нас, допустим, кончается видеоролик. Так, смотрим. Сейчас, одну секунду. Смотрите, как только кончился видеоролик, трейлер канала, у вас появляется автоматически кнопка подписки на канал. Соответственно, мы уже подписались, но человек, допустим, смотрите, в чем то, что делать короткий видеоролик, потому что за 40 секунд он еще может побыть на вашем канале, еще подумать, и как раз кончается ваш видеоролик-трейлер. И, соответственно, в конце появляется такой баннер, и он уже просто нажимает сюда и подписывается. Ну, в принципе, это тоже работает, отсюда ведут подписчики. То есть больше трейлер создан для того, чтобы больше себе брать подписчиков на канал. В этом есть смысл. Возможно, они сразу же у вас что-то не купят, но в перспективе, да, они будут смотреть ваши видеоролики, доверие к вам будет вырастать, и вы спокойно сможете в дальнейшем конвертировать в клиентов. Вот прям так. Давайте теперь посмотрим, как это сделать. Так, где наш тестовый канал? Ну вот, допустим, как видите, тоже в других компаниях, практически у всех есть трейлеры. Причем можете настроить трейлер как для подписчиков, так и для новых зрителей. Давайте покажем, как это сделать. Ну, точнее, ну, если вы успеете, да, до третьей сессии это сделать, то, в принципе, можете опубликовать трейлер. Рекламный видеоролик вы еще не публикуете. Вы просто загружаете его на канал, либо там, пускай он может даже находиться у вас там на компьютере, к примеру. А трейлер можете загрузить и даже опубликовать, в принципе. Сейчас мы поговорим о том, как это сделать. Смотрите, мы загрузили там просто пробные наши видеоролики. Соответственно, что нам нужно сделать? Переходим на наш канал. К примеру, он так у вас выглядит. Здесь нету еще видеороликов, здесь нету еще ничего. И у вас есть вот такая вот графа. Для подписчиков и для новых зрителей. Выбирайте для новых зрителей. Это значит, тот человек, который не подписан на ваш канал, когда он заходит на ваш канал, он видит этот видеоролик, который воспроизводится автоматически. Понятно, да? Жмем сюда плюсик. Трейлер канала. И выбираем, допустим, ваш трейлер. Соответственно, он появляется. Так. Так, так, так. Вот. Смотрите, вот он появился. Так, я так понимаю, что проблемы с интернетом немного. Давайте пробуем обновить страницу. Да, все, вот видите, он появился. Соответственно, когда человек зайдет на ваш канал, он будет видеть ваш трейлер. Что здесь нужно сделать? Как видите, справа еще отображается описание видеоролика. Здесь вы можете еще в текстовом виде, коротко, но интересно, описать, о чем ваш канал. Это тоже будет работать, потому что человек может зайти, он может сразу же… Ну, то есть, я, допустим, тоже так иногда захожу на канал, смотрю, начался запуск ролика. Я хочу выключить, потому что мне, допустим, мешает звук. Окей, но ты видишь еще текст. То есть, вы еще на этом этапе можете вам, допустим, вот так. И вот текст зацепил. Ага, интересно. Ну, ладно, подписался. То есть, да? До таких вот сканеров, которые просто пролистали, посмотрели и все. Смотрите. Как это сделать? По сути, вы просто переходите там в творческую студию, да, и этот же видеоролик, вы можете дать ему описание, о чем ваш канал. Ну, допустим, берем пример, как это будет выглядеть. То есть, вы пишите там, добро пожаловать, допустим, на мой канал. Там, здесь ты найдешь, там, ценный контент, допустим. Сейчас покажу просто, как это выглядит именно. То есть, все, вы сделали это. Соответственно, вы можете дать ему также название, но, в принципе, можете написать просто приветствие, да? Ну, в принципе, это особо не имеет значения. Ну, также ключевые слова, но, я говорю, это все больше третьей сессии, об этом мы будем говорить. И жмете сохранить. Смотрим теперь, как это выглядит. То есть, человек заходит на ваш канал, он видит трейлер, и также он видит, видите, описание. То есть, добро пожаловать на мой канал. Здесь найдешь, там, ценный контент для вашего бизнеса. То есть, вы реально себе пишите описание. Вот видите, здесь можно до самого низа написать описание. Вот это вот ваша область, с которой вы работаете. Вот. И, соответственно, с этого вы можете брать себе тоже подписчиков на канал. И также потом, когда вы это сделаете, вы можете, в принципе, уже создавать плейлисты. То есть, ну, в принципе, я думаю, что он сделан на трейлер сессии, когда у вас уже будет именно рекламный видеоролик. То есть, мы это уже покажем больше, как сделать. В общем, вы поняли, что ваша задача – это ставить трейлер канала до одной минуты. Но самая ваша должна быть приоритетная задача на данный момент времени – это создать рекламный ролик. Как это сделать, в принципе, вы уже узнали, и вам осталось только это сделать. Окей, посмотрим, какие нам пишут те вопросы. Так, надо переходим к вопросам уже. Давайте ответим на 5 вопросов, которые написали, остальные уже разберем в фейсбук-группе. Так, так, так. Вот кто-то спрашивает про Adobe Premiere Pro. Я говорю, просто вы можете скачать с официального сайта любую версию. Они, в принципе, все нормальные. Вам не нужно будет делать вот сверх мощный монтаж. Если вы еще новичок, вы даже, скорее всего, вероятно сможете это сделать. То есть, для базового монтажа вы спокойно сможете это сделать. Вот пишут, что должно быть в рекламном ролике. Соответственно, да, то есть, вы подбираете себе то, о чем вы снимаете, то есть, ну, как мы показывали, да. Например, допустим, человек ищет запрос, там, как утеплить, допустим, стены, да. Также вот, как Лесня показывал, видите топ-10 ключевых запросов. Допустим, выбираете менее частотный. То есть, есть высокочастотный, есть низкочастотный. Выбираете более низкочастотный запрос, если вы хотите попасть, так сказать, в топ-выдачу, допустим, по этому запросу. Но, в принципе, я могу вам рекомендовать использовать высокочастотный запрос, поскольку мы будем использовать платную рекламу. Соответственно, нам лучше брать большой охват аудитории, чем более узкий. Значит, окей, вы просто создаете, допустим, вот этот ключевой запрос в видеоролик. Как видите, здесь, допустим, чисто по этому запросу. Вот в топе висит видеоролик, которому два года, два года. То есть, люди же не снимают контент на эту тематику, хотя просмотры идут. То есть, вот видите, за 6 лет миллион просмотров. Ну, в принципе. И также вот два года, там, сто тысяч просмотров. Ну, как бы, и это у них, скорее всего, просто органический трафик. Мы будем покупать просмотры. То есть, вы поняли, что вы просто выбираете, допустим, либо там как, или что вы там писали, какие у вас ниши там, как уехать, вот, допустим, в США из Украины, в Канаду, ну и так далее. Допустим, я не знаю, чем конкретно вы занимаетесь, например, там, в Канаду. Окей, вы просто снимаете видеоролик, допустим, как уехать в Канаду, там, при минимальных затратах. Либо, как правильно там уехать на обучение в Канаду. Ну, например. То есть, вы должны дать какой-то конкретный такой вот вопрос. Съезжать на то, чтобы он был цепляющий в какой-то степени. То есть, чуть добавьте копирательное. То есть, не просто, например, как увеличить продажи, а как увеличить продажи, там, на 120 процентов, там, в ближайшие два месяца. Ну, в общем, делайте более такой интересный ключевой запрос. Вот. И, соответственно, вы снимаете. Вам нужно дать ответ зрителю на его вопрос. Сделать призыв к действию, чтобы человек, ну, человек хочет знать больше. И дальше мы потом перелинкуем его на сайт. Ну, в общем, саму схему вы поняли. Вам нужно заинтересовать зрителя, чтобы он захотел узнать больше. Над этим вы сильно поработаете. И добавьте все эти фишки, которые я вам показал по привлечению больших подписчиков. Так, так, так. Можно по программе для аналитики в виде кубертиз, по циферам, как их использовать. Смотрите. Вот, допустим, по ключевым запросам мы видим, что, ну, то есть, как бы, конкуренция по этому ключевому запросу. И они вам написаны. Там, Канада, жизнь, иммиграция. То есть, соответственно, ну, это больше вы уже будете использовать в своем видеоролике в ключевых словах, но об этом. Тут вы должны больше говорить именно о видеоролике. То есть, вам нужно его знать. А в видеокюл вам пока что, в принципе, особо не нужен. Так, в конце видеоролика призыв на подписание. Это делается на монтажной программе или просто ставится картинка словатива непосредственно в YouTube и делается аннотация. Ну, смотрите, вы в конце ролика, при монтаже, вы уже вставляете кнопку «Подписаться» или в этом перейти на сайт. Вы просто налаживаете картинку на видеодорожку. Вот, и потом просто на нее сверху налаживаете прозрачную аннотацию в YouTube. Ну, это мы покажем. Но при монтаже добавьте все кнопки, которые должны быть. Все баннера, которые должны быть, вы добавляете при монтаже. Как думаете, в рекламном ролике можно показать, например, как выглядит моя услуга, одна из, или лучше полезный контент давать? Я стилист, имейкер. Смотрите, в принципе, вы можете создать два ролика. Вроде какой эффективный. На самом деле, чем больше ролика вы снимете, тем больше шансов у вас на успех на YouTube. Потому что, как я вам говорил сразу, что, возможно, не каждый ролик работает так, как можно получать клиентов дешевле, в принципе. Поэтому снимите два либо три ролика. Один, допустим, как, например, правильно выбрать себе стиль, допустим. Второй, например, стиль, который, допустим, в этом тренде этого года и так далее. Ну, в общем, снимите два-три ролика, если у вас есть такая возможность. Чем больше вы снимете, тем лучше, тем больше вы сможете проэкспериментировать, в принципе. Так. Есть тема Анимация. Так как я только начинаю, нет нормального микрофона. В самом рекламном видео у меня только текст. Его немного, но, по сути, это нормально. Конечно, лучше вам звук. Если у вас будет просто текст, то это теряется весь смысл, в принципе, YouTube. Ну, как бы, чем он отличается просто от Ленина либо от Сайта. Вам нужно говорить и нужно показывать. Так. С помощью какой программы можно сделать текст на весь экран? А я здесь, например, «Привет, ковбой». Ну, тут же я вижу. Все видеоредакторы могут это делать. Просто надавляйте картинку текста. В принципе, все порядок. У вас будет видеоурок, но там была дана базовая информация. Но, в принципе, вы просто пишите в YouTube, там, как навести текст на видео. Давайте просто прямо приведем пример, вот, чтобы вы понимали. «Как навести текст на видео», допустим. Все, пожалуйста, вам даются здесь тысячи уроков. Смотрите и делайте. Просто мы не можем, допустим, вам в реале там трехчасовой видеоурок, потому что кому-то это нужно, кому-то нет. Кому нужно, пожалуйста, в YouTube, в принципе, есть информация. Ну, и, как видите, даже по такому запросу ролики не оптимизированы. То есть у кого ниша связана с такой нишей, пожалуйста, можно снимать и занимать свою нишу. Окей, давайте еще два вопроса. Так, так, так. «А что, если тематика фокусов, но мало кто ищет выступления или зионистов через YouTube, получается, им нужно делать трейлеры с нарезкой выступлений, а выкладывать видео с секретами и разоблачением, либо шоу?» Ну, здесь, на самом деле, да, интересная тема. Можете, если у вас будет по-любому рекламный ролик, который вы, допустим, будете за него платить, за просмотры, с помощью рекламы, можете, допустим, показать какой-нибудь трюк, дать ему крутое название. Допустим, там, исчезновение человека и так далее. То есть вы снимаете такой видеоролик, даете ему реально цепляющее название и рекламируете его. Например, людям такая тема нравится. У меня есть также знакомый, который связан с такой тематикой. У него, по-моему, почти до полмиллиона подписчиков, что-то такое. То есть, в принципе, можете. Посмотри, как это делать вам, если нужно. То есть, допустим, вы можете найти блогера, который есть там, и просто посмотри, какие видео у него наиболее популярны. Ну, я показываю, как это делать вам в первой сессии. То есть, если видите, допустим, что на одном ролике там тысяча просмотров, а на втором ролике полмиллиона просмотра, то есть, соответственно, нужно делать ролик, на котором больше просмотра. Ну, не копировать. Ну, примерно суть заключается именно в этом. Вот такие системы для видео о трейдинге. О трейдинге на фонде Китвораксе. Я, в принципе, рекомендую за данные видео. И прямо там их на YouTube, прямо там их найти. Там есть масса тем, которые вы сможете для себя подобрать по конкретной теме. А по камере для такой трансляции, в принципе, у вас первое, что может для вас хорошо работать, это я собираюсь сделать камеру реально для таких трансляций. Есть камера, которая называется Canon LeGrier. Canon LeGrier. Второе, просто можете купить, нужна веб-камера. Веб-камера может быть Logitech HD Webcam. Я не помню название. Она дает очень хорошие качества. Прямо HD-качество. Почему ты заливаешь видео на YouTube в качествах гораздо ниже? Ну, в принципе, потому что, вообще, на самом деле, ну, да, сжимаю видеоролик, потому что у YouTube, так сказать, тоже есть хостинг. Он не может всем давать просто миллионы гигабайтов памяти, но обычно, ну, у нас качество, допустим, сохраняется. Если вы изначально его сделали хотя бы в HD, допустим, 1080p, то, в принципе, оно так и будет на YouTube. Такого не будет, ну, вообще минимально это. Плюс там уже добавили функцию, что 60 кадров в секунду поддерживает. Ну, в общем, качество на YouTube дает, в принципе, нормальная возможность для качества. Хорошо, ребят, спасибо всем, что были сегодня. Надеюсь, была сессия полезной. Мы разобрали теперь процесс самсъемки. Ваша будет задача до следующей сессии снять хотя бы первое нормальное видео, которое вы готовы показать людям. И трейлер. И снять трейлер. Или лучше то и то. Загрузить его на YouTube и все. И ждать, пока мы вам… Хотя, я думаю, это вам хватит. Поверьте, снять нормальный видео – это не самая простая штука. Это важный момент. Сейчас экономите на видео и потом больше потратите на рекламу. Да, да. И так же для тех, кто у нас работает под ключ, то завтра у вас к сессии будет, скорее всего, уже кнопка, то есть там, где вы скачаете все нужные брифы и заполните и приступайте к работе. На следующей сессии уже мы будем разбирать, теперь как оптимизировать, как сделать так, чтобы оно вот вышло. То есть вы снимаете, вы загружаете на YouTube, не загружаетесь, понимая правильно, в закрытом формате, вы не открываете людей. Откроем, когда мы уже оптимизируем. Как мы это сделаем? На следующей сессии будем это полный мир разбирать. Все остальные вопросы, пожалуйста, пишите уже в Facebook-группу, будем разбирать их там. Если было полезно, напишите нам плюс в чат. Дайте нам знать. Напишите плюс в чат и оставьте ваши отзывы по ссылке, которую мы бросаем в чат. Напишите подробнее, что вы узнали. Напишите ваши комментарии, насколько это было полезно. Следующая сессия будет для многих из вас уже во многом открывающая, потому что если вы даже до этого туда ходили и делали, то, наверное, то, что вы знаете на сессии номер три, большинство людей в принципе в своем продвижении, когда они занимаются продажами чего-то через YouTube или съемкой видео, они это не делают. Вот это будем разбирать. Все, увидимся. Всем пока.